А сейчас об этих и других событиях более подробно. Встречи лицом к лицу помогают не только донести важную информацию с первых уст, но и напрямую услышать пожелания магнитогорцев в отношении улучшения города. Сергей Бердников провел очередную встречу с общественностью, на этот раз с коллективом Треста «Теплофикация». Подробности у Дины Столяровой. В этом году Тресту «Теплофикация» 88 лет. Главная задача организации – обеспечить ненадежной и бесперебойной работой системы теплоснабжения «Магнитогорска». Сергей Бердников на встрече с коллективом предприятия рассказал о важных переменах, произошедших в городе Металлургов за недавние годы. Улучшилось качество питьевой воды, обновился парк трамваев и автобусов. В ближайшее время будут установлены электронные табло, сигнализирующие о прибытии транспортных средств общественного пользования. «Сегодня мы с вами возвращаем автобус. Средний класс, небольшие. Будем смотреть, как получается. Два маршрута мы запустили. С первого времени еще три запустили маршрута. В этом году аплодируем еще два маршрута. В общем-то будем двигаться и смотреть, как это вписывается, как это нам с вами понравится, как это будет работать». В Магнитогорске отремонтированы театры, продолжают строить школы и детские сады. Городоначальник сделал акцент на благоустройстве в Магнитогорском. Преображаются парки и скверы. В городе активно высаживаются новые деревья и кустарники. «Натуральное выражение фактически мы в прошлом году сделали больше, чем в 2022 году. На 2024 год мы тоже приняли бюджет абсолютно не меньше, а даже больше, чем в 2023 году. И я уверен, мы в 2024 году с вами сделаем больше, чем в 2023 году». Сергей Бердников рассказал собравшимся о проектировании нового здания аэровокзала. «Если все будет хорошо, то в 2025-2026 годах будет у нас еще одно здание аэровокзала. У нас их будет два. Одно будет на внутренней линии, а второе останется на внешней. То есть и планируется, что все-таки в аэропорте мы резко увеличим обороты». Городоначальник ответил на вопросы сотрудников треста теплофикации и взял на заметку предложение в плане благоустройства Магнитогорска. К примеру, был озвучен вопрос об улучшении качества подъездных дорог к поселкам и предложение установить побольше антивандальных урн. «Суборова, Ленинградская, Суборова, Комсомольская. Вот это все. Давайте, давайте. Давайте, давайте».